Продолжение следует... Продолжение следует... Начала готовить только с 18 лет. Я считаю, это немного поздно для узбекских девушек, но, несмотря на это, у меня очень хорошо получалось. Моя мама готовит очень вкусно, у нее золотые ручки, и, видимо, этот ее талант передался мне. Мы с мамой в основном готовили и десерты дома, и блюда. И, получается, я поняла, что это у меня хорошо получается. Это меня начало вдохновлять. И на тот момент я начала вести свой личный инстаграм, который был закрытый, где были только мои подруги, родственники. И каждый день, готовя что-то вкусное, я выкладывала это в свой инстаграм. И девочки мои подруги всегда писали, что это очень вкусно выглядит, очень аппетитно. Научи нас тоже, можно нам рецепт. И, получается, в тот момент я начала понимать, что кулинария – это мое хобби. На тот момент я готовила только для своих домашних десерты, изысканные разные блюда. А сейчас уже я готовлю на заказ самый вкусный Сан-Себастьян. Мое направление акцентируется именно на этот чизкейк, испанский чизкейк. Он отличается от других чизкейков. У него нет песочной корочки. Еще он немножко обожженный, что придает именно этот самый изысканный, необычный вкус. И в моем ассортименте есть три вида Сан-Себастьяна. Это, получается, классический фисташковый и шоколадный. И все отличаются своим нежным вкусом. К Сан-Себастьяну мы предоставляем топпинги. У нас есть разные виды. Например, это молочно-бельгийский шоколад, темно-бельгийский шоколад, вафельные крошки. Также мы готовим малиновый конфитюр. Также предоставляются рядом ягоды, по желанию, кто любит. И также мы очень красиво украшаем, упаковываем, как захочет наш клиент. Еще когда мы отправляем наши чизкейки, мы специально придумали такие съедобные стикеры. Они так выглядят, как бумага, но они съедобные. И мы их ставим на наши чизкейки, чтобы люди знали, у кого они берут. Для приготовления одного чизкейка требуется как минимум 10 часов. Не для того, чтобы приготовить, а для того, чтобы он был уже готов к продаже. Для готовки уходит где-то от полчаса до двух часов, смотря сколько, с чем, как смешивать. А для стабилизации нам требуется минимум 6-8 часов, поэтому в основном это готовится у нас ночью. И оно стоит ночью в холодильнике, а на утро уже идет на продажу. Первый раз я попробовала этот чизкейк, привез мне братик. И когда я его попробовала, этот вкус мне очень сильно запомнился. И на тот момент Сан-Себастьян был таким популярным десертом. И потом, несколько дней спустя, мы пошли с подругой в одно кафе, и там стоял этот же десерт. Мы, конечно же, его заказали, но только как попробовав, я была так разочарована, если честно. Потому что, мягко говоря, он был невкусный, он был очень сухой, и там, получается, нечем было наслаждаться. И знаете, на тот момент мне захотелось его приготовить. Я понимала, насколько может быть этот десерт нежным, вкусным, и я решила его повторить. И придя домой, я начала искать разные рецепты. Когда я начинаю что-то готовить, мне хочется дойти до идеала. И я не просто беру какой-то рецепт и его готовлю, я его начинаю искать, смотреть, как готовит один человек, как готовит другой. И когда я искала этот десерт, я дошла до того, что я уже смотрела корейских кондитеров, которых я вообще не понимаю. Я их смотрела в ютубе, весь этот процесс, то, что они говорили, я переводила переводчиком. Получается, я прям настолько захотела, чтобы он получился идеальным. И в итоге я поняла, что с чем как смешивать, в принципе, и приготовила дома. Попробовали мои домашние, они, конечно же, заценили, сказали, что это очень вкусно. Но я, опять-таки, не остановилась на этом. Я начала оттачивать этот рецепт, потому что мне показалось, что он не настолько нежный, как мне кажется. Получается, я его несколько раз попробовала сделать. И в один момент, когда я уже сама попробовала, я была уверена, что у меня получилась идеальная текстура именно этого чизкейка. И еще я дала попробовать моему мужу. У меня муж, можно сказать, гурман. Он очень сладкоежка и побывал во многих странах, пробовал многие десерты. И я точно знала, к кому обращаться. И когда дала ему попробовать, он мне сказал, что это безумно вкусно. И я вот тогда уже поняла, что люди тоже должны попробовать этот десерт. Первая моя продажа была моей подруге. Мы с ней учились в университете. После того, как я объявила, что я готовлю Сан-Себастьян на продажу, она мне сразу написала, что давай, приготовь мне завтра. И я ее приготовила. Она была моя первая клиентка. Ее зовут Умида. Получается, я начала, знаете, с 200 тысяч сумм, чтобы чисто на продукцию. Потому что инвентарь, все, что мне нужно, печь, миксер, все это было дома. Поэтому мой расход был только на продукты, а потом уже начал развиваться. Моя первая продажа даже была без дохода, можно сказать. И получается, я, наоборот, больше потратила. Я хотела понять, людям это понравится или нет. Как они отреагируют. Смогу ли я попасть вообще в рынок. Я обучилась на курсах именно кондитерских и вообще никогда не ходила на мастер-классы. Всему я обучилась, можно сказать, в интернете. Сейчас такое время, что мы можем найти любую информацию, если только захотим. И поэтому, если у вас есть желание чему-то обучиться, если, например, кто-то не может на данный момент себе позволить, то это не значит, что у вас не получится. Надо найти такой выход, бесплатный выход через YouTube, через Instagram. Сейчас очень много бесплатных курсов, которые просто предоставлены или бесплатные рецепты. Человек должен немного попробовать, набраться опыта. Я думаю, без каких-либо слишком дорогих курсов, мастер-классов можно даже обойтись. Вначале я готовила только по предзаказам. Получается, мне поступал заказ, я его готовила, на следующий день продавала. Но с каждым разом он у меня все больше увеличивался. И, например, если я начала работу, первый день продала один ческейк, на следующий у меня уже появлялось два, потом три-четыре. То есть у меня уже шел хороший прогресс, и, можно сказать, уже через 2-3 месяца я уже поняла, что у меня собралась определенная клиентура, и надо уже готовить без предзаказов. Можно готовить, даже если у меня нет предзаказов, я могла уже готовить и на следующий день объявлять на продажу, и сразу же находить себе клиентов и отправлять им свои доставки. Спустя 2-3 месяца я уже вышла на значительный доход, о котором я, можно сказать, немного мечтала, вот, и была довольна. Реклама – это очень важная тема, и если у вас есть капитал на рекламу, то, я думаю, надо очень хорошо вкладываться. Хорошая реклама на хороший продукт очень хорошо работает. Но вначале у меня не было никакой рекламы, только через знакомых, через родственников, подруг, и, как я говорила, через телефонное радио это работало. Но после того, как я обучилась таргету, я начала включать рекламу в Инстаграме, распределяла определенную сумму на рекламу, и поняла, как это рекламировать, как включать таргетированную рекламу, и через Инстаграм я начала рекламировать. На данный момент мы работаем с одним кафе, начали с ними работать около двух месяцев, и определенное время мы им предоставляем, наши сан-себастьяны. Мои клиенты идут туда также пробовать, их гости пробуют, и, думаю, они остаются очень довольны. Когда я начинала, моему ребенку было 8 месяцев, и, конечно же, ему требуется определенный уход, время. В основном днем смотрела я сама за ним, и, получается, только после ночного сна, после того, как он уходил на ночной сон, я начинала печь, и, получается, вместо того, чтобы спать, я работала, и потом через определенное время он просыпается, то есть сон у меня немножко был вне норме. Можно сказать, была некая сложность, которая не казалась мне трудностью, если честно, потому что я это делала с душой, с удовольствием, мне это, наоборот, нравилось, я это очень сильно хотела, поэтому не сказать, что это было суперсложно. В ассортименте есть три вида, получается, фисташковый, шоколадный и классический, и цены варьируются от 40 тысяч до 70 тысяч, смотря какие топпинги, что мы добавляем, добавляем ли ягоды, шоколад ли поливаем, в зависимости от этого. И это цена одного куска, получается. В этой сумме, конечно же, есть свои расходы и свои доходы, и мы используем качественную продукцию, и поэтому доход у нас остается и не совсем большой, и не совсем маленький. Мы продаем и целыми Сан-Себастьянами, они размером 18 сантиметров, получается, и когда вы берете целый чизкейк, он вам обходится дешевле, и он начинается от 280 тысяч, в зависимости от того, что мы будем к нему еще добавлять. В последнее время я в Инстаграме тоже начала об этом писать, говорить, чтобы девушки видели и немного вдохновлялись. Ну, получается, в основном я добилась хорошей техники для своих же чизкейков. Я сейчас больше вкладываю в свой бизнес, покупаю хорошую технику, хорошее оборудование, и я этим очень довольна. И, конечно же, остается немного дохода для себя, для своих хотелок, что меня очень сильно радует. И иногда я себя тоже балую, покупаю себе косметику. И самое главное, параллельно я занимаюсь своим любимым делом. Я хочу распределить время так, чтобы каждая моя сфера была в достатке, так скажем. Я не считаю правильным, если, например, взяться только за карьеру, и только работать, и уделять на это время. Нужно распределять время адекватно, то есть у меня есть семья, муж, ребенок. Получается, я должна им тоже уделить свое время, для меня это тоже важно. Также потом стоит моя карьера, моя работа, где мне нравится работать, и при этом также не забывать отдыхать, уделять время и на отдых тоже очень важно. По натуре я позитивный человек, и мне не требуется что-то грандиозное, чтобы я говорила в конце дня, это был хороший день. В принципе, каждый мой день – это хороший день, несмотря на то, что я что-то сделала или нет. Даже побыв дома с ребенком, для меня это очень хороший день. Считая, я начала свое дело год назад, и сравнивая себя со своей прошлогодней себя, я заметила очень колоссальные изменения. Может, это визуально другим не совсем видно, но я очень сильно это поняла, как я ментально, морально выросла, начала работать. То есть человек, когда уже работает, он начинает чуть-чуть по-другому мыслить, начинает совмещать разные работы, то есть совмещать быт и работу, справляться этим, быть шустрым, держаться в балансе, быть на позитиве. И поэтому, сравнивая себя с прошлогодней, я очень довольна собой, что я справилась, что я стала намного сильнее, намного ответственнее. И работа мне в этом, кажется, очень сильно помогает. Советы дают мои две мамы, которые всегда меня мотивируют, говорят, не останавливайся, надо продолжать, у тебя очень классно получается. И их слова мне очень важны, и я всегда к ним прислушиваюсь. То есть даже когда иногда бывает, что ты сильно устал, и иногда хочется чуть-чуть отложить, они говорят, нет, не сдавайся, иди дальше, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, за что я им очень благодарна. Лучше хочется быть только в своем деле. Даже не лучше, а хочется быть профессионалом своего дела. И даже если это через несколько лет изменится, если поменяется моя профессия, я всегда буду стремиться к тому, чтобы именно быть профессионалом своего дела. Учиться нужно и у себя, и у других. Как вы можете учиться у себя? То есть вы делаете что-то, и пройдя некоторое время, вы получаете опыт. И вы понимаете, как можно было сделать лучше, или как можно было поступить, но для этого требуется некоторое время. А когда вы учитесь у других, вы сокращаете это время, и, получается, берете пользу. И если вы находите себе хорошего наставника или хорошего учителя в жизни, и берете от него хорошие стороны, то вы быстрее добиваетесь каких-то своих целей. Всегда возникает много вопросов, много страхов. И я бы хотела посоветовать прислушаться к своему сердцу, к своему разуму и подумать. И если вы считаете, что это ваше, и что у вас получится, если у вас есть хоть какая-то маленькая надежда, то, я думаю, надо попробовать. Лучше попробовать, чем потом сожалеть о том, что никогда не пробовал. Надо постараться хоть что-то сделать, хотя бы первые шаги, и когда вы уже увидите хоть малейший результат, то надо, думаю, идти дальше и прорываться. Надо всегда работать над собой, надо всегда учиться новому, стремиться, надо развиваться, не останавливаться. И, конечно же, надо зарабатывать для хорошей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!